Играя, слава, дает оснарядник на все времена, Славься, Отечество, наше свободное, Братский народ от союзника Бога. Мы вспоминаем наших товарищей, наших крымчан, Которые погибли в Киеве, погибли от рук бандитов, украинских националистов, Тех, кто организовал государственный переворот на Украине. Они защищали Крым, нашу родную землю, Тех, кто живет здесь, своих товарищей, своей семьей, своих близких. Мы сегодня гордимся своими земляками, Которые с трою сотнями своих боевых товарищей отстаивали мир, правду, А правда была на нашей стороне. Правда и сейчас на нашей стороне. Мы видим, что происходит в той стране, Которой мы, к сожалению, раньше жили волей судьбы. Там не уважают ни справедливость, ни человечность, Даже судят тех людей, которым давали команды. Сегодня до сих пор судят тех беркутовцев, Которые стояли по приказу своих командиров, защищали это государство. Мы сегодня гордимся теми ребятами, которые защитили Крым, Именно благодаря этим ребят во многом. Сегодня Крым является частью великого, сильного государства, Во главе которого стоит сильный президент Владимир Владимирович Путин, Который своих жителей, своих граждан в обиду никогда не дает. Вечная память нашим товарищам. И пускай их героический подвиг будет примером всему подрастающему поколению, И пускай молодые ребята равняются на таких товарищей, Как Дмитрий Власенко, Виталий Гончаров. Вечная им память, вечная слава им. Ну а вам, дорогие товарищи, успехов в службе. Вы стоите на защите нашей Родины. Гордимся сегодня нашим флагом, гербом, гимном. Гордимся нашей страной. Спасибо вам большое. Кто виноват? Нет. В таком государстве это произошло? Мы говорим о чести, доблести, долгу тех военнослужащих сотрудников, Которые выполняли задачи, поставленные перед ними. Шесть лет назад крымский гарнизон внутренних войск и ОМОНа Беркут выехал в город Киев для выполнения задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 30-ти градусный мороз, под ледяной водой, пылающий в огне, задыхающийся в дыму и газах. Поставленные задачи были выполнены. И подразделения вернулись на свою землю, в родной Крым. Но не все вернулись к своим матерям, детям и женам живыми. Своей жизнью оставили сотрудник ОМОНа Беркут, наши сослуживцы, офицеры полка специального назначения Киев Дмитрий Васенко и Виталий Янширов. Они навсегда останутся в наших сердцах, в нашей памяти, как доблестные офицеры, выполнившие свой долг. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья, чтобы те навыки, которые вы приобретаете в этих стенах, в этом полку, вы могли показать только на тренировках и учениях. Но если доведется использовать то, чему вы научены, боевые действия, чтобы вы с честью выполнили поставленные перед вами задачи и ваши боевые походы всегда приравнивались к возвращению домой. Спасибо за внимание. Скорбная дата. Сегодня мы собрались для того, чтобы вспомнить подвиг погибших за Родину. Когда-то у Христа спросили, какой высший, высшая доблесть, высший долг, высший героизм в человеке. И он ответил, душу свою отдать за дружбу своя. Действительно, они отдали жизнь свою за то, чтобы нам жилось мирно. Сегодня, осознавая этот подвиг, я специально написал стих к этому дню. Кому овации, смущение, кому стремление сердец, кто всех приводит в выступление, кто носит лавровый венец. Сегодня идол сел на троне, кумир из грязи и в царе. Любой бриллиант в его короне страданий выставленные дни. Забыта честь, забыта совесть, когда за други жизнь отдать. Героев истинная поясь, кого сумеет обоять. Но даже в этом мире грешном, где все поругано порой, есть место в подвиге неспешном, когда за долг встают горой. Так было на Хмельном Майдане, где Беркут делом долг отдал. К ним в этой мутной гнойной бане позор тщедушно не пристал. И доблесть в нас живет, как в предках. По зову Родины встать в строй. Во всех суставах, костях, клетках солдат, защитник и герой. Вечная им память. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!